Герой нашего сюжета Андрей Смаль. Герой во всех смыслах. Он родился и вырос в деревне Чернем. Однажды неподалеку от места, где он жил, загорелась кровля дома. Огонь перекинулся на стоящих рядом мужчин. На них моментально воспламенилась одежда. Увидев это, Андрей бросился на помощь. Он сбивал огонь даже руками. К счастью для всех, ему удалось потушить одежду пострадавших, лежавшим неподалеку шлангом с водой. Мужчины получили серьезные ожоги, но остались живы. И это самое главное. Интересно, что сам Андрей как будто не до конца понимает, что сделал. Волнуется, скромен и сдержан. Думал ли он перед тем, как помочь? Продумывал ли, как именно это сделать? Из-за шоковой ситуации я не ощущал страх. Слышал крик, и я не думая, я забежал туда. Я первым, что делал, я был в шоковой ситуации, я первым, что делал, это я оббивал человека от огня. Ну и дальше помогал тушить здание. Андрей Смаль признается, что не раз приходил к пострадавшему в той страшной ситуации мужчине. Эмпатия – это одно из ключевых человеческих чувств. Это способность сопереживать эмоциональному состоянию другого человека. Это определенно про нашего героя. Я очень сильно волновался за мужчину, который получил ожоги. Я ходил к его жене, спрашивал, как и что он. Повезло, что он жив, здоров, поправляется. Научить добру нельзя, можно только лишь на своем примере показать другим, как это. Именно для этого и создана Всероссийская общественно-государственная инициатива «Горячее сердце», лауреатом которой стал Андрей Смаль. В Российском Центре науки и культуры состоялось торжественное награждение героя, где ему был вручен нагрудный знак и почетная книга «Горячее сердце» за 2021 год, в которой теперь есть и его имя. Эта акция включает в себя освещение тех героических поступков, которые совершили молодые люди до 25 лет практически по всему миру. Я всегда верила в нашу молодежь, в российскую молодежь, в белорусскую молодежь, и всегда знала, что в какие-то критические моменты жизни они готовы прийти на выручку. Хотя, может быть, сегодня мы часто говорим о том, что молодежь другая, что она испорчена, что они живут какими-то другими реалиями. Но на самом деле это не так. На самом деле в них сохранилось очень много, и они в себе это культивируют, развивают. И, конечно, благодаря родителям, благодаря педагогам, безусловно. Все верно – родители и педагоги. В формировании настоящего человека они играют ключевую роль. Уже сейчас жизнь нашего героя Андрея Смаля делает новый виток, и роль учителя в этой истории не последняя. Благодаря моему заучу, догадинной Жанне Адольфовне, она меня направила туда, она поговорила с моими родителями, но и с хорошими мыслями, я все обдумав, все обдумав с родителями, я решил поступать в МЧС. Дай Бог, чтобы хорошо сдал экзамены, поступил на ту профессию, которую я прошел, и, надеюсь, в дальнейшем буду приносить пользу людям. Самое главное, что, действительно, как сказал Андрей, дети не задумываются, когда они идут помочь другому человеку. Это самое важное, потому что, наверное, когда человек начинает осмысливать, что мне делать, наверное, ничего из этого не получится. Я верю в нашу молодежь. Она у нас умная, хорошая, талантливая. Просто нам, взрослым, нужно немножко больше ей уделять внимание, больше идти им навстречу, чтобы они открывались. И все у нас тогда получится. Каждая история, подобная этой, будоражит сознание и восхищает. Истина в том, что людям стоит чаще говорить, слушать и слышать. О таких историях и только тогда теплящийся огонек надежды и веры в людей никогда не погаснет. Окрыляет, просто окрыляет. Какой поступок совершил, и спасти жизнь человеку – это, наверное, героический поступок, который может совершить другой человек. Ему как-то даже, знаете, ему стыдно было про это говорить. Когда начали все говорить, он говорит, мама, не надо, мне стыдно. Мама, мне стыдно. Я говорю, Андрей. И он мне начал говорить, мама, все говорят, мне стыдно, не надо. А потом я поговорила с педагогами. Они говорят, когда плохие поступки дети совершают, об этом говорят все. А почему, когда ребенок сделал хороший поступок, об этом надо молчать? Вы знаете, я прислушалась. После награждения Андрея Смоля по случаю праздника Дня России в Российском Центре науки и культуры состоялся концерт замечательных музыкантов Никита и Юрия Мониных. Братья виртуозно играют на балалайке и гитаре. Ими в этот вечер были исполнены культовые русские хиты, которые знакомы каждому. Алена Миневич, Андрей Щерба, Александр Макаревич. Телекомпания БУК-ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова